Всем, как всегда, большой привет! Спасибо, что смотрите! Я рада каждому из вас! В этом ролике мы с Татьяной решили показать, как выглядит традиционный турецкий чейс, то есть сундук с приданным. Если вы впервые на моем канале, давайте знакомиться. Меня зовут Валентина, а Таня моя сестра, то есть наши бабушки были сестрами, а мы, получается, кузины. В детстве мы не были знакомы, не играли вместе в куклы, но Господь распорядился так, что вот именно сегодня именно она выдает меня замуж. И, пожалуй, только она твердо верила, что все получится. Сестра, спасибо, что ты такая настойчивая! Если вам интересно, с чего все начиналось, посмотрите на моем канале плейлист, который называется Валя плюс Мони. Всем привет! Я та самая Валюшина кузина, Элиф, то есть Татьяна. Мы выдаем замуж Валюшку. У нас в Турции, так как я давно живу, знаю, что есть традиции родственникам собирать чейс по-турецкому, приданное. Ну и я решила ей такой небольшой сюрприз устроить к ее свадьбе. Вот я сделала ей чейс, ее приданное, вот в такой вот коробочке. Я сама их делаю, такие сундучки старинные. Это из картона этого. Так миленько получилось. Кое-что на первое время мы ложим. Там пижамка, носочки, вот такое вот. Очень много в Турции любят вязаные вещи ложат. Очень много, просто очень много тапочек разных, цветных таких. Но я этого решила не делать. Такое классическое более-менее вязку. Мы очень любим вязать. Надеюсь, ей очень понравится. Потихоньку покажу. Нужно приближать или нет, не знаю. Вот такие сундучки отдельные для чего-то сделала. Вот здесь, Валюшка, здесь я тебе положила нашу мусульманскую маленькую миниатюрную книжечку Коран. Чтобы она тебя охраняла. Вот такая штучка красивая. Если куда-то в дорогу будешь идти или ехать, возьми ее с собой в сумочку на всякий случай. Бог один, ты же знаешь. Бог один. Просто это последняя книга от Бога. Пусть она тебя оберегает, охраняет. Следующее. Вот это должно быть в каждом чейзе. Это тоже молитвенник. Четкий и молитвенник. Там молитвы от всего есть. Ну, конечно, если ты научишься читать. Но в доме должно быть по-любому. Там и на крещение детей, и на любые праздники. Всегда вот такие молитвенники открывают. Это в каждом турецком доме. Но я уж как по традиции положила. Вот. Кстати, их нельзя трогать грязными руками. Нужно сначала чистыми руками, в общем, трогать. Есть специальное омарение. Ну, не знающие хотя бы просто чистыми руками. Вот такой еще один сундучок. В нем вот такой лосьончик для тела, оливковый. Валюшечка-крем. Это базилинчик тебе, если будешь там в огороде что-то делать. Я знаю, ты любишь такие дела. Базилинчик. Если посевываются ручки. Такой из ромашечки крем. С коллагеном мыльчиком. И оливковый. Вот тебе такой вот наборчик я подготовила. Ну, это на первое время. Что тебе самое необходимое. Давай так и сделаем. Давай-ка ты, ага, на секундочку, это. Чтобы их не доставать. Все, давай. Подведи. Вот такие одновые носочки. Сначала идут носочки такие разные. Никитика. Купи на первое время. Я их соберу? Ага. И такие даже с блестничками. Я же не знаю твоего вкуса. Полотенчика. Полотенчики для ручек тебе. Вот так вот. Полотенчика для лица. Для лица. Турецкие полотенчики. Вот такое наше традиционное с вышивкой тебе полотенчиком. Это вручную все вышивается. Кстати, к чейзу готовится. К приданному. И для тела тебе рознь. Вот такое. В общем, можно ходить в ванну уже свободно. Вытираться есть чем. Крем есть, помыться есть чем. Потом тебе тапулечки, конечно. Та-да-да-да. Ванну же нужно в чем-то ходить. Так. Здесь я пойму мужа сделала. И тебе одинаковое. Я сама вот это вот вяжу. Смотри. Вот. У мужа 42, да? И тебе одинаково вот такой вот будете близняшками. Такие вот такие. Handmade. Handmade. Сама делала ручная работа. Будете красавчики. Видишь, не помню? Аля, это вырежешь. Это вырежешь. Хорошо. Так, дальше. Так, Валюшка. Вот это тебе елек. Жилеточку связала Закия. Моя родственница. Она красивая. Это сама она придумала узор, кстати. Очень красивая. И я под них уже тебе тапочки с одного цвета сделала. Такие ботики домашние. Красиво под лосеньки. Такая. Не мерзну, Валюшечка. Не мерзну, моя девочка. У нас тут цель зимохолодная. Короткая, но холодная. Так, дальше, Валюшка, я тебе пижамка. Помылись, вытерлись, накремились и пижамку одели. Я тебе зимнюю пижамку взяла вот с такими слонятками. Слонятками. Видишь? Вот такими слонятками. Тепленькая, на байкой. Байкой. Вот. Такой размер. Потом и летнюю я тебе пила. Сейчас как раз. Ее не буду распаковывать. Шонтиками. Капликами. Вот. Тоже такого цвета. Я не знаю, какие ты любишь цвета, но вот такого. Вот я тебе немножко так вот. Надеюсь, тебе понравилось. Все. Еще удивительно, как ты смогла все вот это упаковать в такой маленький сундук. Это кажется, что маленький. Целую охапку. Это кажется, что маленький. Ну, коробочку потом будешь использовать для чего-нибудь. Тоже такая классная. Ну, конечно, по традиции у нас, у нас, если в Турции по традиции, вот этот вот, вот этот вот угловой диван, он будет все вот. Вот, одеялы, подушки ложат и начинают вязание везде разлаживать. Ну, это по традиции. Ну, зачем это все? Вот то, что ты не будешь носить. Они обычно отлаживают в сторонку, и оно лежит годами. Потом еще дочкам передают чисто, чтобы пополнить чей свой. Все. А так никто их не пользуется. Вот, для этого более современные модельки. Кстати, вот эти модельки все просят. Это новая, в Турции таких не вяжут. Это моя моделька. Вот. Тапочки, да? Да, тапочки, тапочки, да. Здесь только в Турции в Протах. Поэтому, если захочешь, потом других цветов себе слижу. Обязательно. Все, будь счастлива. Гюле-гюле-гинь, как у нас говорят в Турции. Приятного ношения вещей. Вот так вот переводят. Не знаю, как закончить. Растерялась. Спасибо. Спасибо огромное. Я за кадром пока что. Дальше будет еще продолжение самой свадьбы, да? Да, волнение есть. Волнение немножко. Ты, наверное, не волнуйся-то, как я, наверное. Наверное, нет. Я, наверное, только так волнуюсь. Ну что, давай готовиться? Давай. К ЗАГСу. Давай. Пока что выключаю. А еще по турецким традициям невесте на свадьбе принято дарить золото. Поэтому моя Таня добавила к Чейзу вот такую золотую монетку. Бракосочетание состоялось в Турции, в городе Бурса. А в планах у нас еще и мамникях, и болгарская свадьба. Поэтому ставьте лайк и подписывайтесь, чтобы не потерять наш канал.